Ижевско-Воткинское восстание Ижевско-Воткинское восстание является наиболее масштабным восстанием в 1918 году против большевиков с участием рабочего класса, который проживал в Прикамье, и естественно уже тогда вызывало большой интерес. Тем более, что многие участники Ижевско-Воткинского восстания после сыграли большую роль в Колчаковской армии, попали в эмиграцию и сформировали свою версию событий, в то время как советская историография была вынуждена составлять свою. Впоследствии, когда Советский Союз прекратил существование, многие советские наработки в историографии были пересмотрены. И этот процесс, по сути, продолжается до сих пор благодаря колоссальному количеству фактического материала, который вплоть до сегодняшнего дня находится в архивах, во всевозможнейших других источниках. И каждый раз оставляют вновь и вновь пересматривать прежние оценки. И моей задачей поэтому является дать только самое общее представление о том, что из себя представляло Ижевско-Воткинское восстание, как оно проходило, поставить его в контекст событий, ну и дать представление о том, какова была его роль. Если вам интересна эта тема, то вы сами можете об этом что-нибудь почитать. Еще в 20-е годы выходила брошюра «Ижевск в огне гражданской войны» под редакцией Сергеева о журнале «Пролетарская революция» за 1924 год, рассказ про Ижевск в 1918 году. В советское время были составлены многие классические сочинения под авторством Кузьмы Куликова и ныне здравствующего еще историка Петра Николаевича Дмитриева. В частности, они составили обобщающую книгу со своими изысканиями под названием «Мятеж в Ижевско-Воткинском районе», которое вышло в Ижевске в 1992 году. Ну и большой вклад в эту тему внес Дмитрий Олегович Чураков, известный отечественный историк, который изучал рабочий класс в 1918 году. В своей книге под названием «Бунтующая пролетария» он очень подробно осветил этот сюжет, как на основании прежних изысканий, так и своих новых архивных. Ну а также последние лет 15-20 очень большой фактологический материал внесен всевозможнейшими исследователями, ижевскими краеведами и многими другими, которые очень активно публикуются, в том числе в интернете. Так что при желании вы тоже легко можете это все найти. Ижевско-Воткинское восстание было результатом очень масштабного кризиса советской власти, который распространился весной-летом 1918 года. Причины его были очень многообразные, но в целом сводились к тому, что советская власть испытывала очень большие негативные влияния после окончания войны Первой мировой, заключения Брестского мира. Испытывала нехватку социальной опоры на местах из-за усталости рабочего класса, недовольства многих слоев населения, особенно мелкобуржуазного, крестьянского, ну и, конечно же, местных обывателей, офицеров и так далее и тому подобное, представители свергнутых классов. В чрезвычайных условиях они были вынуждены проводить чрезвычайную политику, вводить твердые цены, регулировать продажу продовольствия, изымать его принудительным путем с помощью продовольственных армий, формировать рабочие и красногвардейские, а также красноармейские дружины. Причем, так как серьезного отбора в них не проводилось, а советская власть была слишком слаба, чтобы контролировать собственную вооруженную силу, туда намешалось очень много асоциальных элементов, которые очень часто устраивали всевозможные преступления, отличались своеволием и так далее и тому подобное. Ну, естественно, все это закрепление большевистской революционной диктатуры очень не нравилось самым разным слоям, и это подготовило страну к будущей гражданской войне. Однако ее реальным спусковым крючком стали не массовые недовольства и не разрозненные восстания различных слоев общества, в том числе и относительно массовых, таких как казачество. Непосредственно началом гражданской войны стало именно Чехословатское восстание в мае 1918 года. Отдельно я на этом сюжете останавливаться не буду, замечу только, что именно благодаря ему антисоветские слои могли выйти из-под поля, поднять восстание, ну или под крылом чехословаков сорганизоваться и сформировать свою собственную альтернативу большевистской власти путем создания различных правительств и антисоветских армий. Весной и летом 1918 года это особенно ярко проявилось на Урале. На Урале советская власть устанавливалась достаточно долго и тяжело и окончательно утвердилась примерно к весне 1918 года. По многим причинам, в том числе и потому, что здесь были очень сильные патриархальные пережитки. Многие местные рабочие принадлежали к заводам, которые веками принадлежали государству и имели определенные льготы. Имели, например, небольшие участки, на которых занимались покосами или сели зерно. Ради этого их в период сельхозработ даже отпускали со службы. Им давались различные мелкие поблажки, типа того, что государство мало обращало внимания на дисциплину на заводе, важна была только норма выработки. Можно отметить много и других мелочей, но я не буду на этом подробно останавливаться. Важно то, что именно эта патриархальщина сильно затрудняла установление здесь советской власти. И в итоге во многих местах советам и большевикам приходилось опираться на приезжих рабочих из Петрограда, например, или из других мест. На вот и шей, приехавших из Прибалтики, и которые организовывались красногвардейские дружины, ну и так далее и тому подобное. Обычно те исследователи, которые не согласны советской интерпретации жевского восстания, как явление определенного этими социальными причинами, пытаются оспаривать данное положение. И указывают на то, что подобная патриархальность рабочего класса вовсе не является чем-то специфическим для уральского пролетариата. Она характерна для очень многих регионов нашей страны. Все это, конечно, безусловно так, но вовсе не стоит это сбрасывать со счетов, иначе просто физически нельзя объяснить, почему именно на Урале произошел целый ряд массовых рабочих восстаний, в отличие от практически всех остальных мест в стране, кроме, может быть, еще Туркестана. Между тем, таких восстаний было действительно очень много, и в последнее время они изучаются, например, в трудах Михаила Вебера. Можно, конечно, спорить с его интерпретацией, это дискуссионные вопросы, однако фактологический материал, который он дает, в этом не позволяет усомниться. Дело осложняло и формирование местного антисоветского подполья. Причем во многих городах и заводах Урала оно, по всей видимости, оформлялось под видом союза фронтовиков. Союзы фронтовиков объединяли в себе бывших ветеранов Первой мировой войны, служившей в армии. Такие союзы отличались маргинальностью, нежеланием выступать на стороне власти, чисто материальными мотивами, из-за чего они конфликтовали не только с властью, но даже со своими собственными конкурентами в лице рабочих, остававшихся на заводах и так далее. Многие союзы фронтовиков, например, требовали участия в управлении производством или налогообложения с других представителей работающих людей в свою собственную пользу, ну и так далее и тому подобное. Подробности о союзах фронтовиках в 1918 году вы легко можете найти в интернете. Я, в частности, писал об этом большую подробную обзорную статью. Именно союзы фронтовиков сыграли большую роль в массовых восстаниях, которые охватили Урал летом 1918 года. Еще 27 мая при первых вестях о чехословацком восстании союз фронтовиков поднял восстание в городе Миаз. И так Красная Армия была вынуждена бросить ряд отрядов на его подавление. А в начале июня эти восстания начали охватывать весь Златоустовский уезд. В частности, 19 июня будет восстание в Садке, а по 27-го в относительно недалеко расположенном Кусинском заводе. Будет восстание в Невьянске, которое поднимет эвакуированная туда команда автомобилистов. Будет попытка восстания в пригороде Екатеринбурга на Верх-Исецком заводе, которое тоже пытались поднять члены союза фронтовиков, опираясь на недовольных рабочих железнодорожников. Это вынудит Красных бросить ряд отрядов на подавление этих восстаний. И в итоге, благодаря ослабленному фронту, Чехословаки возьмут верх и 26 июня захватят Златоуст. А позднее это позволит им в перспективе соединить свои группировки по Волжскую, Уральскую и Сибирскую. В июле положение советской власти на Урале становится критическим. 10 июля захвачен Кузнецк, а 25-го Екатеринбург. И после этого Чехословаки вместе с создавшимися белыми отрядами начнут постепенно захват Урала, Поволжья, ну и так далее. Особенно опасным будет взятие Казани 7-го августа 1918-го года. Во всех этих событиях активно участвовали фронтовики и представители свернутых классов. СССРы, реже меньшевики, всевозможнейшие полицейские, урядники и, конечно же, офицеры, которые были в первых рядах формирования белых дружин. Как регулярная армия, которая выступала на стороне какого-нибудь местного правительства, так и называемых белоповстанцев, которые активно помогали чехословакам. Среди этих белоповстанцев период восстания, охвативших Урал, были в основном крестьяне, но, видимо, и какая-то часть рабочих. Хотя, к сожалению, фактология об этих событиях слишком небольшая. Понятно, что это было следствием того, что советская власть сильно растеряла свой авторитет к лету 1918-го года, и ее поддержка на какое-то время снизилась до минимума. Эти события отразились в Ижевске точно так же, как капли воды. Здесь советская власть установилась еще 27 октября 1917-го года, сразу же после получения вестей из Петрограда. Большевики обладали здесь достаточно серьезным авторитетом, поэтому легко добились признания советской власти и помогали утверждению ее в других городах Прикамья, причем преимущественно вооруженным путем, с помощью красногвардейцев. Дело больше затянулось в другом крупном индустриальном центре Прикамья, в Откинске, где большевикам удалось с помощью своих союзников утвердить советскую власть только в январе 1918-го года. Причем им сильно противодействовали местные эсеры-меньшевики, рабочие, служащие и ряд других лиц. По всей видимости, не в последнюю очередь сыграла здесь роль и деморализация других антисоветских сил после разгона учредительного собрания. Однако крупный кризис весны-лето 1918-го года дал им возможность накопить сил, и в итоге в Ржевске-Воткинске положение большевиков сильно осложнилось. Настолько, что в конечном итоге и там, и там им пришлось распустить нелояльные им советы, куда проникли как эсеры-меньшевики, так и дружественные беспартийные, и, по сути, взять власть вооруженным путем с помощью Красной гвардии. Есть довольно много свидетельств о том, что летом 1918-го года Ижевский и Воткинский рабочий класс не сильно был озабочен и политическими событиями, и ушел в сторону равнодушия и индифферентности. Благодаря этому антисоветские слои пытались создать заговор для того, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу и поднять вооруженный мятеж. И, по всей видимости, большую роль в этом играл именно местный союз фронтовиков, который в итоге и станет зачинщиком всего восстания. Особенно много данных на этот счет есть относительно Воткинска, где местный союз фронтовиков в своем правлении имел преимущественно младших офицеров, и ряд из них даже оставили некоторые воспоминания о том, как они организовывали свой заговор. Сложность местной обстановки подробно описывает в своих воспоминаниях представитель политического отдела 2-й армии Петр Кучкин. Вместе со своими товарищами он летом 18-го года был в Ижевске-Воткинске, чтобы набрать добровольство для борьбы с черословаками. Однако их здесь ждало сокрушительное фиаско. Поддержка здесь оказалась минимальна, и местный рабочий класс просто не проявил никакого интереса происходящим событиям. А конкурентами большевиков оказались не только местные эсеры-максималисты, радикально левая партия, с которой у нее были крайне сложные взаимоотношения, но и анархисты, и, по всей видимости, ушедшие в полуподполье эсеры-мельшевики, которые продолжали оставаться хотя бы формально в легальном политическом поле. Спусковым крючком восстания стало взятие белыми Казани 7 августа 18-го года. Ход дальнейших событий достаточно хорошо восстановлен под документом. Получив об этом известие, большевики собрали срочный митинг ранним утром, на котором провозгласили срочную мобилизацию в Красную Армию для отправки на фронт. Как ни странно, вопреки предыдущим попыткам, им удалось набрать около 300 желающих, что, в принципе, удивлять не должно. Решительно проведенная властями мобилизация обычно позволяла прервать колебания даже нелояльных слоев общества. Это, кстати, будет очень хорошо видно и при проведении белых мобилизаций. Но дело не в этом. Вскоре после этого союз фронтовиков начал действовать и стал протестовать перед зданием исполкома, требуя, что ибо его организовали отдельно от всех и направили на фронт прямо с оружием. То есть, чтобы получить его прямо здесь на месте. А нужно еще учесть, что буквально незадолго перед этими событиями местная ЧК провела массовые аресты, пытаясь захватить заговорщиков из членов правления союза фронтовиков Ижевска. И, по всей видимости, не смогла достичь до конца своих собственных целей. Большинство из них успело убежать. Большевики, естественно, отказались предоставлять оружие союза фронтовиков. И вскоре после этого арестовали представителей делегации, явно распозав за этим планы мятежа. После этого союз фронтовиков, по всей видимости, начал митинг. И позднее этот митинг с помощью примкнувших рабочих перерос в восстание. Бои продлились чуть менее суток, причем большевики и их противники, по сути, поделили город и вели ожесточенные перестрелки. В этот период еще восстание можно было прекратить, так как есть ряд данных, что даже сами восставшие не отличаются твердостью настроений. Были голоса о необходимости сдаться, провести переговоры, даже посылалась делегация к большевикам в попытках договориться. Но, видимо, из-за какой-то провокации произошел обстрел повстанцев, и после этого переговоры были сорваны. Так или иначе, большевики не смогли проявить твердости, сорганизовать свои силы, и в итоге к 8 августа они были полностью разбиты, а город перешел под контроль восставших. Через 10 дней, 17 августа, они захватят Воткинск, причем здесь им поможет восстание местных фронтовиков, которые в итоге легко смогут справиться с деморализованной местной большевистской партией. По некоторым данным, она была деморализована настолько, что даже самораспустилась, а некоторые сдавали оружие пришедшим повстанцам. Первоначально восстание проходило под лозунгом советской власти, только, так сказать, очищенной от большевистского радикализма. Власть перешла старому совету исполкома, который состоял из эсеров, меньшевиков, других прежних представителей. Сразу же одновременно с исполкомом появился штаб военно-революционный, как он некоторое время назывался в документах, который стал формировать новую повстанческую армию, первоначальность добровольцев. К сожалению, у нас нет четких данных о том, кто именно пошел добровольцами в эти ряды. По разным данным, их было несколько тысяч человек, преимущественно местные фронтовики, рабочие, учащиеся и так далее. Достоверно известно, что принимал участие в этих событиях, например, отряд, созданный из учеников Ижевской технической школы. Ученики Ижевской технической школы были оружейными мастерами, которые после окончания обучения получали младший офицерский чин и, в принципе, могли служить в армии. Поэтому они отличались некоторыми привилегиями и имели психологию, сходную с психологией военных юнкеров. Во всей видимости, их организовывали офицеры, которых было на заводе как минимум несколько сотен, и большинство из которых поступило на службу местными рабочими, служащими и так далее, и так далее. В частности, в Уткинске большую роль играл Георгий Николаевич Юрьев, бывший капитан и еще до революции полицейский, который в октябре 1917 года возник в Уткинске, став в итоге управляющим делами Уткинского завода управления и членом заводского комитета служащих. Он в то время считался социал-демократом, то есть членом партии меньшевиков. После прихода восставших он будет избран комендантом города, будет играть очень большую роль в управлении восставших в Уткинском, а позднее возглавит и Уткинскую армию, и всю армию Прикамья, то есть всех повстанцев данного региона. А потом будет командовать в Уткинской стрелковой дивизии в составе армии Колчака. Таких офицеров, по всей видимости, было не так уж мало, как минимум несколько десятков человек. На первых порах восставшие отличались типичной программой так называемой демократической контрреволюции. Так историки называют правительства, которые летом 1918 года утвердились на востоке России после свержения советской власти, и которые так или иначе признавали демократические права в духе 1917 года, периода Керенского, но при этом боролись с большевиками и с остатками советской власти. Позднее, после прихода к власти Колчака, этап демократической контрреволюции смеется этапом военной диктатуры. Это выражалось в том, что на местах, ну, по крайней мере, официально существовала советская власть, в Ижевске и Воткинске издавались постановления исполкома совета, которые подписывались представителями других органов, в том числе и представителям союза фронтовиков. Однако такое положение было очень недолго, и уже 17 августа, то есть одновременно с занятием Воткинска, Ижевский исполком официально сложил полномочия в пользу комитета членов учредительного собрания. И представителем Приканского комитета учредительного собрания, его главой и председателем, стал местный делегат учредительного собрания крупный СССР В.И. Бузанов. Примерно то же самое было и в Воткинске, и в других регионах, где довольно быстро стали формироваться бывшие свернутые большевиками органы власти. Земские управы, квартальные старосты и так далее и тому подобное. А восстание окончательно перешло на позиции защиты учредительного собрания. Учредительное собрание в этот период пропагандировалось повстанческой властью как решение всех проблем в стране. Установление демократии, прекращение регулирования продовольствия, принудительного взятия в армию, прекращение большевистского террора и так далее и тому подобное. Пика своего восстания достигла к началу сентября, когда 1 сентября им был занят Сарапул и ряд других мест. Распространилось восстание на колоссальную территорию, Прикамья, затронув Пермскую губернию, Вятскую, Сарапульскую и ряд других регионов, где-то в районе между 6-й армией на севере, 3-й армией на северном Урале и 2-й армией, которая в августе отступала из-под Уфы и была сосредоточена примерно на юге Сарапульского уезда. Все эти силы были вынуждены организовывать сопротивление восставшим, но их силы были разрознены и очень недостаточно. Вторая армия была, по сути, в состоянии разорванности. Большая часть ее сил по названию второй группы была отправлена под Казань и там сражалась с белогвардейцами-чехословаками. Остатки были крайне деморализованы, очень плохо сражались и в целом так и не смогли взять местные восставшие из Жевск. Со стороны 3-й армии командование могло послать несколько разрозненных, плохо обученных отрядов, которые в первых же боях с повстанцами показали свою небоеспособность и в итоге только пополнили их арсенал трофеями. Со стороны 6-й армии серьезной помощи оказать было нельзя, и только впоследствии будет организован центр организации борьбы, который приступит к формированию военных частей, и Вятский укрепленный район, который в основном и сосредоточит все эти начинания в своих руках. Я не буду подробнейшим образом описывать всю военную историю подавления восстания, она слишком полна нюансов. Я отмечу только то, что своего пика восстание, как я уже сказал, достигло примерно к началу сентября, захватив большую территорию. Однако так как оттянуть большие силы других армий на него не удалось, то по сути оно так и осталось относительно второстепенным эпизодом гражданской войны, оказав весьма небольшое влияние на основной ход боевых действий. В начале сентября Красному удается взять Казань, это произошло 10 сентября. Через неделю после этого, 19 сентября, группа под командованием Азина возвращается в Вятские поляны, где тогда находился штаб Красной армии. Именно тогда, в начале сентября, по сути, происходит организация заново всей 2-й Красной армии, которая из разрозненных отрядов становится регулярной. Азин возглавляет также сводную дивизию под своим управлением, которое станет ударной силой в борьбе с восставшими. Занимался этим местный реввоенсовет под руководством присланного члена Сергея Ивановича Гусева, ну и ряда других людей. Со стороны 3-й армии действовали отряды под руководством Юрия Плока, эмиссара штаба, которые насчитывали несколько тысяч человек, не считая некоторых полупартизанских формирований, которые занимали второстепенное участие. Ну, например, Камская бригада Деткина. Со стороны 6-й армии занимался формированием особой вятской дивизии, вятский губ военком Малыгин, который в итоге вступит в бой с повстанцами в середине сентября 1918 года. В целом в сентябре-октябре 1918 года Красным удалось сосредоточить около 25 тысяч человек и обеспечить подавляющее превосходство в артиллерии, пулеметах, ну и вообще военно-технических средствах, что и стало залогом для подавления восстания. Силы восставших были вряд ли меньше. По разным данным их было до 35 тысяч человек, в том числе и считая оценки самих же повстанцев. Но, конечно, их техническое состояние было гораздо слабее. Хотя они действовали на военном заводе. Ижевский завод производил винтовки, а Воткинский завод производил револьверы, а также там в свое время, в Первую мировую войну, делались артиллерийские снаряды. Но в отсутствии сырья, денег и прочего, конечно, этого надолго хватить не могло. Тем более, что эту армию большую просто-напросто было нечем снабжать. Долгое время эта армия вдобавок отличалась милиционной системой, то есть, по сути, представляла из себя ряд разрозненных отрядов, как говорили сами повстанцы, рот. И более-менее регулярный характер начала приобретать только в сентябре-октябре в попытках объединить эти отряды в более-менее регулярные полки. Попытки достаточно спорные. Залогом Победы Красных также стала переброска из центра ряда других частей, которые шли на пополнение карательных отрядов. Например, 7-й Баусский полк вошел в состав особой дивизии. В состав дивизии Азина, в частности, был послан 5-й полк, 6-й полк и так далее и тому подобное. Далеко не все прибывшее пополнение успело принять участие в подавлении восстания. Более того, всех этих сил не хватило даже для того, чтобы планомерно окружить восставший район, в том числе и Ижевск. Но так или иначе, это позволило достичь перевеса над восставшими. Крах восстания наступил непосредственно в Ижевске в боях 7-8 ноября 1918 года. А в этом сохранился целый ряд воспоминаний, которые показывают, что Красным удалось добиться оттягивания повстанческих сил на Воткинский фронт против тамошних сил. А потом внезапным ударом сбить оборону и обеспечить себе захват Ижевска. В течение вечера 7-го утра 8-го ноября. Повстанцы сопротивлялись до последнего и пытались бросать на противостоящих им Красным части добровольцев. Естественно, это была абсолютно бессмысленная самоубийственная попытка. И после этого армия восставших стала из Ижевска отступать под Воткинск, который до последнего пытался атаковать и даже переходить в наступление. После этого крах восстания был предрешен, и командование срочно организовало эвакуацию. И ушло 11 ноября из Воткинска, который на следующий день будет занят передовыми частями Красной армии. После этого восставшие начали отступление на юго-восток и постепенно проникнут за Каму. После чего окончательно очистят этот регион и вскоре, к концу ноября, соединятся с новыми частями Белой армии. А позднее, позднее, в декабре-январе, станут окончательно регулярными частями Колчаковской армии. Краху восстания способствовало не только наращиванию сил большевиками и достаточно жесткие методы подавления, вплоть до расстрелов, занятия территорий, военной оккупации, селений и так далее. Но и внутренний кризис, который стал развиваться внутри самой повстанческой территории. На этот счет есть очень подробные исследования Дмитриева, Куликова, Чуракова. Они подробно показывают то, что восставшая власть не смогла исполнить свои лозунги. Такие как обеспечение людей продовольствием, мануфактурой, другим снабжением. От добровольческого принципа армии пришлось перейти к принудительному, к военным мобилизациям. Причем мобилизованные в большинстве своем сражались достаточно слабо. И уже с сентября-октября начинает отмечаться их недовольство и массовые побеги на сторону противника, а также дезертирство. Об этом есть очень много приказов, в том числе со стороны своих восставших, которые даже были вынуждены ввести смертную казнь за дезертирство. Но это, конечно, положение исправить уже не могло. Ну и самое показательное, что повстанческая власть, вопреки своим лозунгам, быстро скатилась к методам откровенного военного террора, причем тайного и тщательно утаиваемого от своей же собственной социальной опоры. Деятели советской власти, большевики, эсеры-максималисты, красногвардейцы, красноармейцы, множество других людей арестовывались и заключались в самые разные места заключения. Обращение с ними было очень жесткое, а также их регулярно подвергали тайным убийствам. Большую роль здесь играли именно представители Союза фронтовиков и вообще военно-офицерская верхушка восставших, которая чем дальше, тем больше забирала власть в свои руки. В октябре 1918 года, по сути, на территории повстанших вводится режим военной оккупации, так как новый командующий Прикамской армии, тот самый Юрьев, добился того, чтобы практически все преступления, так или иначе угрожавшие государственному порядку, проходили через военно-полевые суды. В этом его поддержала новая власть, так называемые уполномоченные Самарского комитета членов учредительного собрания, которые формально сменили прежний Прикомуч. Вопрос о белом терроре среди повстанцев достаточно дискуссионный, но речь идет о буквально сотнях человек, как минимум пятистах-шестистах. Причем сохранилось на этот счет очень много данных со стороны их жертв, которые сохранились в изобилии в партийных фондах воспоминаний и тому подобных источниках. Многие демонстрируют крайне печальные и очень жестокие картины. Один из самых ярких примеров – это Сарапульская баржа, на которой содержалось что-то около полутысячи человек, 500-600 человек в сентябре-октябре 1918 года. В этой Сарапульской барже были крайне жестокие условия содержания, целый ряд убийств. А в октябре 1918 года местная охрана пересчитала всех заключенных, перегнала их в другую баржу, а потом вернула обратно. Причем при пересчитывании проводился ряд убийств, заключенных закалывали штыками или расстреливали. Убитых в этой акции было как минимум около сотни человек. Подобные же методы использовались и в Откинске, где к концу существования восстания было истреблено около 300 человек. Причем это проводилось прямо на Воткинском пруду, где заключенные тоже содержались в четырех баржах. Их закалывали штыками, после чего сбрасывали в могилы и закапывали. Эти и прочие примеры позволяют судить, что повстанческая власть столкнулась примерно с теми же проблемами, что и у большевиков, то есть с массовой индифферентностью, нелояльностью части населения, над которым оно фактически властвовало формально от их имени. И в итоге была вынуждена под логикой гражданской войны постепенно эволюционировать от формально демократической к военной диктатуре. И тоже не могла обеспечить свои многообещающие лозунги. Есть множество данных, которые показывают, что роль гражданских властей к концу восстания упала. И в конечном итоге переход их на сторону колчаковцев был таким же закономерным, как гибель этапа демократической контрреволюции в 2018 году по всей территории остальной страны. Поэтому в конечном итоге Ижевское восстание всего лишь отразило те же самые тенденции, которые были отмечены в 2018 году в других регионах, охваченные гражданской войной. И перевели к неизбежному расколу населения. Ижевское восстание осталось в итоге как очень яркое, многогранное, крайне интересное явление. И, разумеется, оно было подвержено крайне ангажированным, очень радикально спорным и противоположным интерпретациям. В советское время, естественно, фиксировались исключительно на его негативных чертах, старались обосновать неизбежность его падения. И, конечно же, заостряли внимание на том, что инициаторами его стали эти советские слои. В то же время отбрасывать достижения советской школы ни в коем случае не надо, так как огромное количество фактологического материала, которое они подали, трудами того же Дмитрия, Куликова и так далее, вызывают очень большой интерес и позволяют нам судить об этом восстании вне зависимости от идеологических установок. К сожалению, после того, как советская власть пала, в 90-е годы маятник очнулся в другую антикоммунистическую сторону. И после этого, особенно в начале 2000-х годов, к нам проникли совершенно противоположные оценки, сформированные в основном трудами белой эмиграции. Всевозможнейшие ветераны ижевско-водкинских частей, в лице, например, начальника штаба Ефимова, командующего ижевской армией Федичкина, ну и ряды других людей, вылепили совершенно сусальный, крайне отгажированный образ, в котором тщательно подчеркивали антисоветский характер восстания и пытались это объяснить исключительно на основе чуть ли не имманентных, изначально присущих повстанцам антисоветских убеждений, никак при этом не объясняя, каким образом тогда советская власть вообще могла утвердиться вплоть до начала 1918 года по прикамью в Ижевске и Водкинске. Все эти оценки были крайне антисоветские, контрреволюционные, белогвардейские, даже промонархические, что, конечно, просто нелепо, поскольку мы отлично знаем, что восстание шло под лозунгами учредительного собрания, а вовсе не сусальной патриархальщины и счастливых вспоминаний о прекрасном самодержаве. В последнее время отмечаются позитивные сдвиги в отношении памяти. К сожалению, по-прежнему эта тема вызывает крайне поляризированные описания. Множество краеведов даже не пытаются скрывать свой антикоммунизм, и даже им бравируют, и, разумеется, это изначально ставит под сомнение честность их оценок. Есть и, хотя и крайне немногочисленные представители старой советской школы, которые, в свою очередь, верны прежним оценкам. Но дело не в этом. Дело в том, что сейчас появилось очень множество различных сборников, статей, журналов и прочих, которые очень подробно разбирают самые разные аспекты этого восстания. Это позволяет в целом и в общем подтвердить те оценки, которые дал, например, Дмитрий Олегович Чураков в своей книге, который, с одной стороны, во многом повторил выводы советской школы, с другой стороны, их дополнил и подтвердил еще раз. И показал, что Ижевское восстание при всей его закономерности было вынуждено пройти ту самую логику гражданской войны, и поэтому изначально не имело в себе потенциала на победу и установление тех самых замечательных демократических лозунгов на их победу. Будем надеяться, что в дальнейшем при изучении этого крайне интересного явления мы сможем прийти к наиболее объективным выводам, которые, может быть, не понравятся ни той, ни другой стороне, но зато будут исторически верными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!